Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 ноября. Страдание святого мученика Якова Персянина. Святой мученик Яков родился в Персии от христианских родителей, которые воспитали его в благочестии. Женившись на христианке, он жил в богатстве и почете, так как пользовался любовью персидского царя Издигера и преемника его Варохрана, который сделал его управителем своего дворца. Издигер I царствовал с 399 по 420, сын же его Варохран с 420 по 438 год. Облагодетельственные персидскими царями он прельстился земными почестями, отпал от христианской веры и вместе с царем принес идолам жертву и поклонился им. Узнав об этом, мать и жена его послали ему письмо, в котором обращались к нему с такими словами. «Несчастный! Зачем ты из-за человеческой славы оставил Бога Царя Небесного? Угождая царю временному, ты сделался чужд жизни бессмертной. Служа тленному, ты отвратился от нетленного. Истине предпочел ложь, так как оставив веру Христов, впал в прелесть дьявольскую. Повинуясь царю смертному, ты презрел судью живых и мертвых и, добиваясь любви человеческой, сделался недостойным любви Божией и лишился небесных благ. Мы плачем и рыдаем о тебе, так как быв прежде сыном света, ты сделался теперь сыном тьмы и гиены. Знай же, если ты не отвратишься от дьявольской прелести, то не будешь иметь общения с нами, ибо мы не хотим и видеть тебя идолопоклонником. И мы молим тебя со слезами, обратись ко Христу, дабы избегнуть тебе гнева Божия. Исполни же просьбу нашу скорее и немедли, иначе будет поздно. И когда гнев Божий постигнет тебя вместе с царем и его друзьями, тогда не будет возврата, и ты восплачешься горько, видя себя в гиене огненной. Это письмо от матери и жены Якова было подано ему в то время, когда он находился вместе с царем за городом. Прочитав письмо, Яков умилился и подумал, «Если даже моя мать и жена отрекаются от меня за то, что я отвергся Христа и не хотят видеть меня, то что же станет со мной в будущем веке, когда Бог придет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его?» И опять, прочитав письмо со вниманием, он горько заплакал и стал каяться во грехе своем. Потом он сказал себе, «Вот что я сделаю, чтобы не погибнуть совсем. Буду неотступно стучать у дверей милосердия Божия, пока они не отверзутся мне. И я верю, что они отверзутся, потому что Бог благоутробен и милостив. Он не хочет смерти грешника, но чтобы человек обратился и жив был». Когда он с горьким плачем и говорил такие слова, некоторые из изыскников, увидев, что он христианин, пошли и возвестили о том царю в Арахрану. Царь призвал Якова и сказал ему, «Говори нам всю правду, ты назарянин?» Яков ответил, «Да, я назарянин». «Итак, ты волк?» Снова спросил царь. «Нет, я не волк», — сказал на это Яков, «но христианин». Тогда царь сказал, «Неблагодарный». «Не получил ли ты от меня и от самого многих даров и не пользовался ли почетом у нас?» Яков ответил, «Где теперь отец твой? Телом он в гробе и сплевает, а душа его ввержена в ад». Услыхав такие слова, царь весьма разгневался и сказал, «Такую-то благодарность ты воздаешь мне за любовь мою к тебе, плодами которой ты наслаждался даными. Мне ты противишься отца моего злословишь. Знаешь же, что ты повинен за то смерти, но только я не казню тебя мечом, чтобы ты не умер скорой смертью, а долго и жестоко буду мучить тебя и предам горчайшей смерти». «Что хочешь делать?» отвечал Яков. «Делай, царь, скорей, но знай, что не устрашат меня слова твои, которые подобны ветру, дующему на каменную скалу. Я не боюсь смерти, памятуя, что временная смерть есть только сон, ибо все люди восстанут из гробов своих во время страшного второго пришествия Христа моего и Господа». На это царь сказал «Пусть и прельщает тебя на заре, и называющая смерть сном, и учащий не бояться смерти, которой боятся даже и цари». Для праведных отвечал святой смерть в успокоение, а вам, неверным и грешным, начало мук вечных. Тогда царь призвал советников и друзей своих и начал совещаться с ними о том, каким мукам предать Якова, на устрашение других персов, чтобы и они, подобно Якову, не отлучились от своей веры. Он измыслил для святого такую казнь, повелел, чтобы каждый член его тела был урезан и раздроблен по отдельности. И вот палочи по повелению царя схватили Якова и повели его на место казни, чтобы раздробить его на части по числу членов тела его. Вслед за святым Яковом отправились на место казни немногие, знавшие его, среди которых немало было воинов и сановников. Все они пошли за тем, чтобы посмотреть на мучения святого. Пришедший на место казни, святой упросил своих палачей помедлить немного и дать ему возможность помолиться. Затем, возвесший очи к небу, начал так молиться. Господи Боже мой, услыши меня, раба Твоего, призрец высоты небесной, дай мне крепости силу в счастье, чтобы мне перенести предстоящие мучения и своей крови искупить согрешение мое, ибо я отвергся от Тебя, Творца и Владыки моего. Ныне я скорблю об этом, обращаясь к Тебе, Богу моему, исповедуя имя Твое святое и полагаю за Тебя душу мою. Ты же, Господи, пошли мне помощь Твою в страданиях моих, чтобы видели силу Твою враги мои и постыдились, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Когда святой так молился, приступили к нему палачи, и, обнаживши его, растянули у него руки и ноги, говоря, что ты будешь делать теперь, Яков? Нет тебе пощады, Твое тело велено разорвать на части, пальцы рук и ног твоих и все тело твое от шеи до пяток мы должны резать. После же всего отсечем мы и голову. Подумай, что для тебя лучше, покориться царской волей и быть невредимым и здоровым, или умереть среди жестоких мук. Тоже с плачем говорили ему и некоторые из его друзей. Зачем бесцельно губишь свою душу? Пожалей себя и не губи своей юности. Исполни волю царскую. Поклонись богам нашим, чтобы остаться живым. Своему же Богу, если хочешь, служи в тайне. Слыша такие речи, произносимые со многим плачем, святой отверг и сказал «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Я в вечный покой иду, вы же все пойдете в муку вечную. Раздробляя мне члены, вы тем самым уготовляете мне неизреченное блаженство на небе, а себе ужасное мучение в аде, где будете гореть в неугасимом огне вместе с бесами, которым теперь поклоняетесь». В третьих словах святого один из приставников царских начал бить спекуляторов, говоря «Что стоите, глядя на него? Начинайте делать, что вам приказано». Спекуляторами в Римской империи назывался отборный отряд претарианцев, обязанных служить самому императору. Здесь под именем спекуляторов нужно разуметь воинов, находящихся при персидском царе. А судист святого Якова на усечении всех членов ворохран исполнения этой казни, естественно, поручил находившимся при его особе воинам. И тотчас же один из палачей, взявшись за руку святого, отрезал у него большой палец руки. Блаженный же, обратив взор на небо, произнес, «Помощь моя и надежда моя, Господи Боже, ты отгоняешь единым божественным перстом своим бесов. Прими же, как ветвь, от древа сей перст, мою резаную силой бесовскую, и будь милостив ко мне грешному, ибо я от виноградной лозы отрезаются ветви, чтобы лоза больше зеленела, и росла, и приносила бы много плода. Тогда приставник царский жалея святого сказал ему, «Пощади себя, Яков, и послушайся царского повеления, поклонись нашим богам, ты видишь, мы все жалеем тебя, а об отрезанном пальце не скорби, врачи тебя вылечат, только не губи больше своего здоровья и красоты своей». Блаженно отвечал ему, «Разве ты не знаешь, что если обрежут ветви виноградной лозы, то она, когда солнце начнет греть ее, прозябает в урезанных местах и потом начинает произрастать и приносить плоды? Так бывает и с верными сынами Божьими. Насажденные в винограднике Божьем и привитые к истинной лозе Господу Иисусу, который сказал, «Я есим лоза, вы ветви», они обрезаются через временную смерть и воскресают в грядущем веке, где зеленеют и украшаются нетленные славой и получают плоды вечного воздаяния. Как только святой кончил свою речь, палач опять подошел к нему и отрезал ему второй палец, но святой терпеливо перенося мучения воскликнул, «Прими, Господи, вторую ветвь от твоего стада, которой насадила десница твоя». Лицо его было светло и исполнено радостью, как будто он испытывал невеликие мучения, а высочайшее наслаждение. Тогда ему отрезали третий палец, но он продолжал воспевать три единого Бога, освобожденный от трех искушений, то есть похоти плоской, похоти очей и гордости житейской. «Я славословлю отца и сына и святого духа, и с тремя спасенными от огня отроками исповедую тебя, Господи, и вместе с ликом мучеников воспеваю имя твое Христе». Когда отрезали ему четвертый палец, он воскликнул, принявший хваление четырех животных, примив жертву себе и страдания моего четвертого пальца, урезанного за исповедание твоего святого имени. После того, как отрезали Яков пятый палец, он громко возгласил, «Наступает веселье для меня, как на браке божественного жениха для пяти мудрых дев». Тогда, мучивший его, прежде чем урезать ему пальцы левой руки, начали увещевать его, «Яков, пощади теперь твою душу, не губи себя, но исполни царскую волю, и тогда ты будешь цел. Не лучше ли тебе остаться невредимым и жить, нежели испытывать такие муки и умереть? А повреждения же руки не печалься, потому что многие живут в мире с одной и только рукой, получием и всякими благами». Святой ответил на это, «Когда пастухи стригут овец, то отстригши правую сторону, разве оставляют необрезанной левую? Я овца стада Христова, в ваши руки предавшая себя ради моего Господа, чтобы вы отсекли члены мои, как обстригается шерсть, и когда моя правая рука остечена, неужели левую я пощажу? Нет, не пощажу и всех моих членов, и всего моего тленного тела, для того, чтобы облечься в неплении». Потом, устремив свою отчих небо, святой воскликнул, «Я мал и худороден перед тобой, Господи, ты, великий Бог, умолил себя, облегшись в человеческий образ, и претерпел за нас распятие и заколение, и я, владыка мой, не могу подражать твоим страданиям, но, однако, я предаю себя на мучение и смерть, чтобы ты при всеобщем воскресении восстановил меня к жизни целым и невредимым». Когда святой окончил свою речь, мучители опять приступили к нему и отрезали ему первый палец левой руки. Он же сказал, «Прихвальный Господи, благодарю тебя, что ты сподобил меня и шестой палец привести в жертву тебе, простершему на кресте причистые руки свои в шестой день и час». Затем отрезали святому седьмой палец, и тогда он воскликнул, «Прежде, в течение каждого из семи дней недели, устамые вместе с пророком Давидом восхваляли тебя за твои праведные судьбы, сегодня же прославляю милосердие твое отрезанными за исповедание тебя семью пальцами». И отрезали Якову восьмой палец, он же воззвал к Богу, «Господи, ты сам по закону принял обрезание в восьмой день, я же переношу урезывание восьми пальцев, чтобы, удалившись от беззаконных людей, соединиться с тобою спасителем моим и, совлекшись тела, увидеть твое причистое лицо, которое желает видеть душа моя так же сильно, как сильно жаждущий олень стремится к водным источникам. После этого отрезали святому девятый палец. Тогда святой воскликнул «Христос мой, ты в девятый час предал на кресте в руки отца своего дух твой, а я после решения девятого пальца среди страданий приношу тебе благодарение за то, что ты удостоил меня быть распростертым для урезывания членов моих за имя твое святое. Когда отрезали Яков десятый палец, то он, восхваляя Господа, громко возгласил «На десятиструнном псалтире воспеваю тебе, Боже, и благодарю тебя, помогшего мне претерпеть за десять заповедей твоего завета, написанного на двух скрижалях урезывания пальцев обеих моих рук». Тогда некоторые из присутствующих царских вельмож и друзей святого горько рыдая начали увещевать его. Наш любезный друг, умоляем тебя, послушай нас и исполни царскую волю, чтобы не умереть тебе среди жестоких мучений. Опайся же своих, не печалься, потому что искусные врачи могут вылечить тебя. Только ты сам себя пощади, чтобы не лишиться благ настоящего мира, исполненного радости и наслаждений. ты имеешь богатое имущество и потому можешь пользоваться покоем. Если бы ты был нищим, то мог бы еще подумать, на что мне надеяться в этой жизни, каких выгод ожидать себе, когда я не могу ничего делать и, следовательно, доставать себе пропитание. Но ты богат, имеешь много золота. Если ты сам только захочешь, то можешь превосходно жить, пользуясь всеми утехами настоящего мира и веселясь со своей супругой, с матерью, со своими дорогими друзьями. Зачем ты хочешь напрасно губить душу свою? Итак, покорясь царской воле, скажи только одно слово, и тотчас ты будешь освобожден от блаженный взглянул на них отвечал, никто же не может работать двум господам, и никто, возложивший руку свою на плуг и оборачивающийся назад, не надежен для царствия Божия, потому что Господь сказал, кто любит отца или мать, более нежели меня, не достоин меня, и кто не берет креста своего, и след меня идет, не достоин меня, поэтому я не послушаю вашего совета, так как ваши слова влекут меня к погибели, а только умоляю вас, не щадите меня, но поступайте так, как вам приказано. Тогда мучившие святого распалились гневом, и приступив к нему, отрезали ему большой палец правой ноги. Святой же Яков воскликнул, прославляю тебя Христе мой, у которого пронзены были не только руки и ноги, и молю тебя, удостоин меня того, чтобы моя правая нога, перенесшая отрезание первого пальца, стала впоследствии по правую сторону тебя, и отрезали ему второй палец той же ноги, и той же продолжал прославлять Бога. В этот день на мне удвоилась твоя благодать и милость ко мне, Господи, ибо я, перенесший урезывание и этого второго пальца, пойду к тебе всесильному и животворящему моему Богу, избавляющему меня от второй вечной смерти. Отрезали блаженному и третий палец, который бросили около него. Блаженный же взглянул на него, воскликнул, радостно улыбаясь, иди во знаменование Святой Троицы к твоим собратьям, и ты третий палец, приняв временную смерть за воскресшего после трехдневной смерти Христа, и подобно пшеничному зерну, брошенному в землю, получишь вместе с другими членами тела моего большую награду в день всеобщего воскресения. После этого отрезали святому четвертый палец, тогда блаженный громко возгласил «Скуи прискорбно и си душе моя, и для чего смущаешься, уповай на Бога, спасающего силы четвероконечного креста, потому что я исповедую святое имя его». Отрезали Яков и пятый палец, а святой все продолжал посволять Господа Бога, восклицая «Господи, теперь я стану благодарить Тебя, претерпевшего на кресте пять язвов, буду прославлять Твою помощь, ибо Ты делаешь меня достойным участи Твоих верных рабов, пострадавших за Тебя и умноживших данные им пять талантов». После этого мучившие стали урезать пальцы левой ноги его. Когда урезали мизинец, святой Яков воскликнул «Крепись и Ты, малый палец ноги, шестой по счету изурезываемых, ибо я надеюсь на милостиво укрепляющего меня великого Бога, который сотворил Тебя в шестой день вместе с большими, и воскресит Тебя малого, так же, как воскресит и большие, ибо если не погибнет ни одного волоса на голове человека без воли Божией, то тем более Ты, малый палец, не разлучишься с другими пальцами, но одинаково с ними прославишься, так как одинаково с ними страдаешь». И отрезали святому Якову седьмой палец, а он громко возгласил «Разорите этот ветхий храм, в котором укрываются седьми главы змей, ибо Создатель, почивший седьмой день отдел своих, готовит мне на небе другой храм, нерукотворенный и вечный». Здесь имеется дьявол, растливший грехом природу человеческую. Когда отрезали святому Якову седьмой палец, он воскликнул «Пасший восемь душ от воды в ковчеге ноя, спасет и меня проливающего кровь, как воду. Вот отрезали мне восьмой палец, но я как наковальня под ударами, которая не чувствует боли, а только становится тверже и крепче, ибо я не чувствую страданий при урезовании членов моих, так как благий врач, сам творец мой укрепляет меня и облегчает страдания моих. Он после всех седьмин земной моей жизни, когда наступит всеблаженный восьмой день вечности, всецело восстановит меня. Тогда отрезали Иоанна девятый палец, но святой мужественно молился, молю тебя, Боже, укрепи меня в терпении, душа моя уповает на тебя утвердившего меня по твоей благодати в непорочности девяти ангельских чинов, и так дозволь быть с тобой и мне претерпевшему отрезание этих девяти ножных пальцев, подобно тому, как пребывают с тобой все девять ангельских чинов, и отрезали ему десятый палец с ноги. Святой же громко возгласил Иисус Христос, совершенный Бог и совершенный человек, вот я приношу тебе в жертву двойной десяток моих пальцев и прибавил, суди меня, Боже, и рассуди прю мою от языка непреподобно, потому что нечестивые не пощадили твоего создания, но как злые волки растерзали все члены мои. Множество стоявших вокруг мужей и жен, стартов и юношей, взирая на мучение святого, удивлялись его терпению. Христов же страдали. Посмотрев на мучивших его, сказал им, что стоите праздно, рубите дерево, у которого уже отсекли ветви. И мучители, подошедшие к нему, отрубили ему правую ногу. Святой же воскликнул, теперь я приношу в дар небесному царю орудие моего стояния перед ним и терплю эти мучения по любви к нему, чтобы моя отсеченная правая нога стояла в царстве его. Так же отсекли ему и левую ногу, а он, устремив свои взоры к небу, возгласил, господи. Ты услышал меня, потому что велика твоя милость. Ты бог творящий чудеса избавил меня от стояния на левой ноге, дав всем доброе предземнование, ибо левая сторона знамо погибель вечную. После этого святому отсекли правую руку, он же воскликнул, господи, вечно буду воспевать твою милость, из рода в род буду возвещать истину твою, потому что на мне явно исполнилось следующее слово, если соблазняет тебя правая рука, то отсеки ее и брось от себя. Тогда у святого Якова отсекли левую руку, он же начал говорить, господи, не мертвые восхвалят тебя, равным образом не те, которые не зайдут в ад и держатся на жизненном пути левой стороны, то есть неправедных дел, но мы живые, отвергающие левую сторону, то есть неправду, вечно будем благословлять тебя, Господи. После этого святому отсекли правое плечо, и тогда он проговорил, хвали душа моя, Господа, восхвалю Господа в жизни моей, пою Богу моему, доколи есть. Ибо возложивши на свое плечо найденную им погибшую овцу и поставивши ее по правую сторону себя, вспомни ты мое правое плечо, и найдя его усеченным, поставит по правую сторону себя. И отсекли ему левое плечо, а святой проговорил, со всех сторон окружили меня враги, но Господь мой помощник и моя похвала, на плече которого судьбы всех, он мой спаситель, он не попустит меня, перенесшего стечение левого плеча, уклониться влево во власть тьмы, затем начали резать голени святого Якова до самых колен, святой перенося тяжкие страдания воскликал, Господи, Боже мой, оказывающий помощь боящимся тебя и уповающим на тебя, помоги мне рабу твоему, ибо меня мучает смертельная болезнь. Слыша это, мучители сказали ему, не говорили ли мы, что тебе придется испытать жестокие мучения и ужасные боли, ты не поверил нам, но доблестный страдалец отвечал им, знаете ли, для чего я страдал, для того, чтобы ясно было, что я телесен, до сих пор при помощи Божьей я пренебрегал всеми муками, как бесплотный, теперь же страдая, я являюсь телесным, но скоро Господь облечет меня в новое тело, которое уже нельзя будет мучить и истязать вашими орудиями. Все эти мучения продолжались от самого утра до девятого часа, и в продолжении всего этого времени от истязуемого тела святого Якова исходило сильное благоухание. Когда наконец мучители перестали истязать святого, воин Христов, победивший своими страданиями дьявола, взывал к Богу, свят, свят, свят Бог Ты, Сидержитель, Отец и Сын и Святой Дух, восхваляемый Херувимами и прославляемый Серафимами и славимый всем небесным воинством и всякую тварью Бог живых и мертвых. Помоги мне еле живому, потому что все мои члены отрезаны и тело мое лежит как мертвое и только чуть-чуть теплится во мне жизнь. Я не имею ног, на которых бы стоял перед Тобой Господи, не имею рук, которые воздевал бы, молясь Тебе, Владыке моему, не имею колен, на которые мог бы припасть, поклоняясь Тебе, моему Создателю. Руки, ноги, плечи и голени отсечены у меня, я повержен перед Тобой, Владыка, как развалившийся храм или дерево без ветвей. Поэтому умоляю Тебя, человеколюбче, не оставь меня до конца, но избавь из темницы душу мою. Когда он молился таким образом, один из присутствовавших приказней святого взял нож, отсек ему честную главу. И святой окончил таким образом свои мученические подвиги, предал святую душу свою в руки Божии. Честное же тело его, раздробленное на части, лежало на земле до ночи. Ночью верующие собрав все члены, погребли их вместе с телом, проставляя отца и сына и святого духа. Аминь. Кончина святого Якова мученика последовала в 421 году, когда впоследствии издан был указ в Персии, сожигать святые мощи мучеников, христиане отправили мощи Якова в Иерусалим. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова